Более двух тысяч приднестровских граждан стали участниками войны в Афганистане. 450 из них – бендерчане. 15 воинов погибли. Ветеран войны Анатолий Нажимов вспоминает, Советский Союз в своё время помогал многим братским государствам, не только военной помощью, но и гуманитарной. Были у нас специалисты во всех сферах жизни и деятельности. Это и разведчики различного рода. Были у нас и партийные органы советских воинов вспоминают не как оккупантов или пришедших неизвестно откуда, а вспоминают и называют таким словом, как «шурави». Это значит «советский», «свой», «наш», которого они верили. До сих пор память о советских воинах у афганцев сохранилась до сих пор. Там строились школы, восстанавливали больницы. В ходе встречи гости смогли увидеть фотовыставку, ознакомиться с архивными материалами, а самое главное – лично пообщаться с ветеранами, прошедшими дорогами войны. Мероприятие, конечно, важно, потому что многие уже забывают о том, что происходило в Афганистане, о той большой роли нашей армии, которая защищала наши рубежи. И я считаю, что такие мероприятия надо проводить с молодежью, чтобы видели, помнили, тем более пока живы ветераны. Именные грамоты присутствующим воинам были вручены от лица президента и главы госадминистрации города Бендеры. На этой встрече чествовали всех тех, кто мужественно выполнил свой воинский и гражданский долг за границей нашей Родины. Для вас, молодое поколение, это уникальная возможность пообщаться с живыми свидетелями той страшной войны. И хочется сказать, действительно здесь прозвучала фраза «Мир стоит дорого». Хочется пожелать вам, молодому подрастающему поколению, никогда не испытать ужасов никакой войны. В городской библиотеке пройдет еще ряд встреч и памятных мероприятий ко дню «Защитника Отечества». Здесь же пройдет цикл книжных выставок. Диана Федеренко, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.